Лиза Марочкина – новая звезда из Мурманска. На Первом канале стартовал второй сезон детского конкурса вокалистов «Голос». Сейчас этап слепых прослушиваний. Наставники выбирают подопечных для дальнейших музыкальных битв. 11-летней Лизе Марочкину удалось попасть в команду к Максиму Фадееву. Радость первой победы с голосистой мурманчанкой разделила и наша съемочная группа. Это голосистая любительница джаза Лиза Марочкина. В отличие от любимой французской певицы ЗАЗ, которая своей песней «Хочу» ясно поясняет, что ей нужно от жизни, 11-летняя мурманчанка только определяется с будущим призванием. Девочка всерьез думает о профессии синхронного переводчика. А это фрагмент пятничной программы «Голос». Во время так называемых слепых прослушиваний Лиза вышла на сцену и покорила публику своим исполнением французской песни. Вот только по условиям конкурса, чтобы пройти в следующий тур, лицом конкурсанту должен повернуться хотя бы один из трех судей. Я уже поняла, что никто не повернется, но все равно допела до конца, уже закрыла глаза на последний нотик. Когда открыла, вот передо мной сидела Максим Фадеев. Мама Лизы во всем поддерживает дочь. И, конечно, во время шоу была рядом. Елена Марочкина вспоминает, как они еще летом отсылали демозапись дочери в Москву, как потом их пригласили на кастинг, потом на съемки. И самое волнительное – выступление и ожидание реакции судей. Мы стояли, спасибо Дмитрию Нагиеву, который просто подошел и по-человечески обнял. Ничего не нужно было, меня просто колотило. Я уже понимала, что, ну, наверное, все. Вот эти пальчики, кнопки и обратно. Ну, ну, все. Ну, и тут там вырезали половину, как мы там скакали. Лиза с трех лет занимается вокалом под руководством педагога Ольги Воронович. И раскроем секрет – это уже не первый ее штурм детского голоса. В первом сезоне Лиза вошла в сотню сильнейших, но тогда французский репертуар не принес удачи. Теперь, когда Лиза попала в команду Макса Фадеева, все будет гораздо сложнее. Песню «ЗАЗ» она учила больше года. На этот раз ей предстоит разучить новую композицию, которую выбрали продюсеры. Но у Лизы позитивный настрой. Наверное, это тоже успех большой, огромный, что я уже в проекте. Это большая радость, но дальше будет еще тяжелее. Максим Фадеев – это очень добрый человек, он нас очень любит, он нам очень помогает. И мы сначала поработаем сами, а потом, когда он проверяет, он дает нам наставление, чтобы сделать что-то получше. С какой именно песней Лизе предстоит петь в следующий раз – пока секрет. По условиям конкурса она не имеет права разглашать эту информацию. Также пока неизвестна дата следующего этапа. Но в дальнейшей битве Лизе понадобится поддержка и голоса мурманчан.